Всем большой привет! Я очень благодарна вам, что вы нашли время посмотреть это видео. Огромное спасибо за ваше понимание. Полгода я отсутствовала на ютубе, но всему была большая причина, которая у меня находится здесь в животике еще пока что. Да, мы ждем прибавления, наша семья растет, у нас будет второй ребеночек. И именно поэтому я отсутствовала на ютубе. Некоторые знают, что я достаточно активно стараюсь вести в силу возможности свой инстаграм, поэтому если вам хочется более активного, интерактивного общения, то я жду вас именно там. Все же я постараюсь как можно чаще выпускать видео. Я надеюсь, что не будет больше таких длинных пробелов. В прошлый раз был такой же длинный пробел в полгода, когда я была беременна Александрой. К сожалению, первые месяцы беременности мне даются не так легко. Физически девушки поймут, которые через это проходили, что ты не домогаешь, тебе совсем хочется не то, чтобы с кем-то общаться, тебе хочется полностью уделить время себе, своему телу, своей душе, своему духу, своей семье. И, к сожалению, на социальные сети, а тем более на ютуб, который достаточно занимает много времени и усилий, к сожалению, на него не остается времени. Ну вот, я уже в своем третьем семестре, энергия моя накопилась и вернулась в принципе в те же самые размеры, как и было до беременности. Я понимаю, что с рождением второго ребенка, возможно, у меня будет меньше времени, но, с другой стороны, физическое состояние мое будет мне позволять делать видео, поэтому я очень надеюсь, что таких пробелов больше не будет. Тем более, я настолько, я всегда с радостью делаю видео, я с радостью общаюсь с вами, я с радостью встречаю вас на улице. Мы недавно вернулись из России, опять-таки, кто следит за мной в Инстаграме, те знают, что мы были в России полтора месяца. И встречать вас там мне было безумно приятно. И да, всем привет, кого я встретила в России. Я когда встречаю вас, я понимаю, что есть желание у меня продолжать дальше, я не хочу останавливаться, несмотря на эти большие пробелы. Но я думаю, опять-таки, очень надеюсь на ваше понимание. Все-таки семья, это всегда, я думаю, для всех на первом месте. Особенно в 2-3 миллион раз благодарна, потому что я понимаю, что терпение такая вещь, которую в 21 веке, в принципе, отсутствует у людей. И когда меня просят на моем Инстаграме, здесь, на Ютубе, пожалуйста, Оля, сними видео, я очень-очень-очень благодарна вам. Каждому из вас, что вы здесь со мной. Ну, а в этом видео я хотелось бы немножко вам поделиться о том, что у нас произошло, какие у нас изменения, изменения налицо. В январе месяце мы узнали, что мы ждем второго ребеночка. Мы были, безусловно, очень сильно рады, потому что ребеночек был как и первый, так и второй ребенок желанный. Мы хотели специально, чтобы между нашими детками была разница маленькая. И, конечно, таков был наш план, но всегда я считаю, что такие вещи решаются только свыше. Поэтому, как бы, да, мы планировали, но не сказать, что это была какая-то конкретная цель, какие-то конкретные даты, нет, такого не было. Поэтому в январе месяце мы узнали, что мы ждем пополнения. И первые 3-4 месяца, безусловно, было очень-очень тяжело. Я пропадал даже из Инстаграма, порой даже на месяц, потому что просто не было нежелания, не было... Почему-то так происходит. Я думаю, что за этим стоит, в принципе, природа. Когда женщина беременеет, она хочет как будто бы спрятаться от этого мира. У меня есть такое ощущение, что моя энергия нужна для каких-то более важных целей, более важных процессов. И мне в этот момент всегда хочется спрятаться, чтобы меня никто не видел, не слышал. Я даже не встречалась ни с какими друзьями со своими, но настолько мне хотелось как-то вот зарезервировать, вот резерв, да, наполниться, видимо, энергией. И также у меня Александр всего лишь год и 3 был, год и 4, когда я забеременела. То есть она активный ребенок, поэтому, в принципе, еще дом, муж. Конечно же, времени, к сожалению, на YouTube не хватало, даже на Инстаграм. Но спустя 3-4 месяца, когда первые симптомы не очень... очень приятные ушли, я уже начала более активно двигаться. Вот, и потом мы ездили в Перу, потом мы летали в Россию. Вот мы вернулись из России, и я решила, все, хватит ждать. Если не сейчас, то уже когда нужно приступать к записи новых видео. Что касается второй беременности, мне бы не хотелось говорить, кто у нас будет, мальчик или девочка. Да, мы знаем, кто у нас будет. Но я бы хотела это держать в таком небольшом секрете, потому что я считаю, что, в принципе, какая всем разница, ребенок есть ребенок. Я считаю, что, опять-таки, это решается Всевышним. И когда начинаются какие-то рекомендации, да, вот бы вам мальчика, вот бы вам еще одну девочку, то я, не знаю, я, честно сказать, не очень отношусь к таким комментариям, потому что это не магазин, ты не приходишь и выбираешь игрушку какую тебе, да, и там нет возврата, да, если ты получил не то, что ты хотел. В общем, я не очень отношусь к таким комментариям, поэтому очень надеюсь, что мы избежим с вами этих для меня нелестных комментариев в пользу мальчика или девочки. Вот, поэтому оставлю это секретом. Конечно же, здесь, на ютубе, обязательно я тоже сделаю видео, потом уже, когда родится ребенок, то обязательно с вами поделюсь нашей радостной новостью. Вторая беременность у меня проходит, я уже, как уже сказала, на третьем триместре нахожусь, то есть у меня уже осталось полтора-два месяца. Все проходит достаточно, гораздо ровнее, нежели в первую беременность. Может быть, девочки, которые беременели так близко, рядышком, меня поймут, что в первую беременность тебе хочется все держать под контролем, ты не вылезаешь от врачей. Ну, не знаю, во всяком случае, было у меня такой опыт и у моих близких, знакомых, подруг, то в эту беременность я гораздо более расслабленная, я абсолютно, вот, not on the top of it, да, как по-английски говорят, я не нахожусь, что мне хочется какого-то контроля. Я в этот раз больше отдалась, так скажем, природе. Ну, слава богу, что у меня все проходит без каких-либо осложнений, поэтому у меня есть возможность расслабиться и просто дать своему чуду расти внутри меня, вот. Но что касается докторов, первый раз к доктору я сходила во вторую беременность уже на 22 неделе, что было очень поздно, это было связано с перелетами, со страховками, в общем, с некоторыми различными факторами, которые мне не давали попасть к врачу. Наверняка я бы пришла бы к нему пораньше, если бы, но так получилось. И вообще у доктора, получается, потом мы улетели в Россию, в общем, я была у доктора, можно по пальцам пересчитать сколько раз, и знаете, мне даже это в какой-то степени нравится. Но опять-таки я не призываю к такому, я просто говорю, рассказываю, какой у меня опыт, и слава богу, никаких осложнений пока что в течение беременности, надеюсь, и не будет, и не было. Вот, поэтому у меня была такая возможность просто дать своему организму делать свою работу. Я на самом деле очень сильно верю в то, что наш организм, он гораздо мудрее, и знает гораздо лучше, что нужно ребенку мне. Так вот, рожать я буду в том же самом госпитале, который я рожала с Александром, называется The Valley Hospital, он находится в штате Нью-Джерси, городок называется Риджвуд. Мне там очень понравилось, у меня нет какого-то конкретного доктора, мне именно понравился сам госпиталь, потому что они, так скажем, тебя поддерживают, если ты бы хотел натуральные роды. Как я уже говорила в предыдущих видео о родах, когда я была беременна с Александрой, то в Америке роды это большой бизнес, здесь каждый раз тебя хотят что-нибудь вколоть, что-нибудь вам предложить, какую-нибудь дать вам угрозу, чтобы вы вкололи, в общем, чтобы вы побоялись. Вот, поэтому в этот раз я уже примерно знаю, что меня ожидает, прошло всего лишь два года, то есть получается у нас между детками будет ровно два года разница, а у меня получается в моей ФПДР, это по-русски так называется, разница всего восемь дней. Как я уже говорила, в Америке это большой бизнес роды, поэтому рекомендовала уже не раз этот фильм к просмотру, посмотрите обязательно The Business of Being Born, это, кстати, снят документальный фильм в Нью-Йорке, фильм про то, как, к сожалению, наше цивилизованное общество пытается сделать из родов своего рода бизнес, поэтому особенно девочки, кто находится в положении, кто планирует, или у кого есть какие-то знакомые, родственники, которые планируют беременеть, или уже беременны, обязательно рекомендую этот фильм к просмотру. Александру я рожала абсолютно без каких-либо медикаментов, поэтому я очень надеюсь, что в этот раз у меня получится так же, но не хочу ничего загадывать, потому что это такой процесс, который, безусловно, многое что может произойти, это жизнь, поэтому не хочу себя на что-то программировать, дабы потом не быть расстроенной. Не буду вам обещать, насколько часто я смогу, и по каким дням, по какому времени, выкладывать видео, по понятным, я думаю, всем причинам, вот, но я буду это делать как можно часто, по мере возможности. У меня уже записан влог, поэтому я обязательно его на ближайшие недели выложу. Да, спасибо огромное, что вы со мной, я всех вас целую, обнимаю, и не думайте, что я про вас забыла ни в коем случае. Огромное спасибо, целую вас, и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!